МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Далее наш эфир продолжает «Город сегодня». Здравствуйте. О семье, о детях мы будем говорить нередко в этом году, поскольку 2018-е решено было назвать годом ребенка. И все госорганы активно взялись за программу по развитию, обучению и оздоровлению юного поколения. Нынешним детям приходится сложно. Школу каждый год лихорадят от реформ. Родители настаивают на хороших отметках, а значит, нужны репетиторы, дополнительные уроки и факультативы. Спорт тоже необходим для здорового образа жизни. А еще творческое развитие, общественная работа и активное участие в жизни школы. В идеале ребенок не должен иметь ни одной свободной минуты. Есть и другой круг детей, которые из-за болезней и врожденных недугов наоборот не могут вырваться за пределы своей квартиры. Им нужны средства на лечение и условия для реабилитации. Так что проблем, с которыми сталкиваются дети и родители сегодня, просто не счесть. О том, как создать условия в октябре для всех детей, говорилось недавно на коллегии областного управления образованием. Сегодня у нас в студии пресс-секретарь управления Жанна Бельдаева. Жанна, рад видеть. Здравствуйте. Расскажите о проекте «Бакаты Бала». В этом году, 2018 год, в Октябрьской области объявлен годом ребенка. И проект связан как раз с этим вопросом. Проект нацелен на то, чтобы объединить усилия общества, школы, родителей на полноценное развитие детей. То есть это и дополнительное образование, это и учеба, это их здоровое будущее, это и спортивное направление. Ну, в общем, полноценно развивать наших детей. А вот кто вообще участвует в реализации данного проекта? В реализации данного проекта вообще проект масштабный. В течение года в нем будут участвовать очень много общественных объединений. Это и общественное объединение «Город дружественный к ребенку», это Министерство образования и науки Республики Казахстан, это и лично уполномоченный по правам ребенка в Казахстане Загипа Балиева, это и все управления Акимата Актюбинской области, то есть это и здравоохранение, и управление культурой, и туризма, это управление спорта и управление образования тоже. Воспитание начинается с детских садов, там будет новое оборудование? Обязательно, то есть IT-направление как раз захватывает и детские сады, в том плане, что будут закуплены огромное количество планшетов, это будут и ультракороткофокусные проекторы, это будут и 3D-принтеры нового поколения, поэтому в этом плане будет делаться и в школах, и в детских садах все возможное. Будут новые интерактивные доски, современные, о которых недавно говорила руководитель управления образования Лиза Торзбаева, она ездила в Лондон на выставку, как раз там посмотрела все новинки техники. Планируется, что это будет охвачено. Вот одна из программ называется «Развитие дополнительного образования». Как это будет происходить и что вообще предполагается? Ну, вообще предполагается, что дополнительное образование по итогам проекта будет охвачено, увеличено на 40% как раз охват детей дополнительным образованием, то есть это будут и дополнительные кружки, и робототехника, это будет и моделирование. И моделирование обязательно. Ну, вот дети часто знают, как пользоваться интернетом, вот с самыми планшетами, о которых мы ранее говорили, но порой даже не знают, как пользоваться молотком и отверткой. Подобные будут какие-то дополнительные? Автомоделизм, например. Вот я свои школьные годы помню, когда мы там мастерили что-то, нас учили пользоваться. Ну, сейчас автомоделизму, моделированию вообще и робототехнике уделяется очень большое внимание, поэтому я так думаю, что где-то около более 150 наборов робототехники будут закуплены и параллельно будут развиваться и такие кружки, как автомоделирование. Дети-сироты сейчас в особом поле зрения. Что для них будет? Какие кружки? Для детей-сирот вот в этом году будет уделено достаточно большое количество внимания. Почему? Потому что обеспечение их жильем в будущем, оно поставлено на такой полноценный уровень, где-то, ну, в общем, купят жилье и обеспечат их из очереди вот жильем, который у нас в городе, вот обязательно дети стоят в очередях, да, будут где-то около 200 детей охвачены вниманием государственных органов, бизнесменов, то есть они полноценно будут находиться под их опекой и попечительством, будут собираться определенные суммы, будут проводиться благотворительные акции, чтобы привлечь финансы именно как раз на финансирование их будущего жилья. Образование без барьеров – один из ваших главных проектов. Что он подразумевает? Ну, образование без барьеров, вы знаете, что в Актюбинской области более 5,5 тысяч детей инвалидов, из них где-то 4,5 тысячи у нас охвачены образованием, таким, которым они, ну, могут заниматься. Это и детские сады, и школы определенные, но при этом ощущается родителями все время говорится об этом, усируется вопрос, и сейчас это назрело. В этом году запланировано открытие специального коррекционного центра для детей-аутистов, будет открываться центр для детей с детским церебральным параличом, будут открываться группы в детском саду, специальный коррекционный детский сад «Нектар». Дети, которые занимаются дома, для них тоже продумана программа, то есть их обеспечат специальные, для детей с нарушением опорно-двигательного аппарата будут закуплены учебная мебель для дома и вся техника, какая им необходима. Параллельно ведется один большой проект, это, получается, летний оздоровительный лагерь для интеграции именно детей с особыми образовательными потребностями, чтобы они могли иметь связь со здоровыми детьми. То есть это и летний отдых. Самое интересное, что туда будут привлечены и родители, мамы смогут отдыхать вместе с такими детьми в этих лагерях. Жанна, в завершении нашей беседы хочу вам пожелать скорейшей реализации всех перечисленных проектов. Спасибо большое. Детство должно быть счастливым. Сегодня над этим работает много взрослых, серьезных организаций. Главное, чтобы проекты стали реальностью и помогли детям найти свое место в жизни. Участвуйте в обсуждении, оставляйте свои комментарии на страницах официальных организаций в социальных сетях и, конечно, на сайте и в группе «Город сегодня» в социальной сети «Фейсбук». Всем вам желаем крепкого здоровья и хорошего настроения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова